Сегодня на завтрак я решил сделать себе бутерброд и заварить чай. Слегка поспешив, я пролил воду мимо стакана, а в пакетике из-под хлеба оказалась маленькая щелка, и из-за нее вода попала на хлеб. Само собой, я не обратил на это абсолютно никакого внимания, и просто продолжил кушать. После завтрака, абсолютно ничего не подозревая, я положил этот хлеб в хлебницу, и через пару дней я открыл хлебницу еще раз. Охренеть. Хлеб заплесневел, и я понял, что это произошло не просто так. Обычно на процесс плесневения уходит порядка недели, в этот же раз это произошло буквально за пару дней. Я на 100% уверен, что в этом виноват не кто иной, как капелька воды. Именно она оставила меня без завтрака. Я решил провести расследование, в ходе которого я должен выяснить силу этой капли, и то, насколько она убийственна для обычного беззащитного хлеба. Все это я проверю в своей лаборатории. Нет. Я кое-что забыл. Вспомнил, что забыл? В прошлом ролике я обещал вам кое-что показать. Если быть конкретнее, то в прошлом ролике я предложил вам провести эксперимент на лояльность моей аудитории. То, как изменится статистика после эксперимента. Вот, собственно, так статистика выглядела до эксперимента. Все цифры видите сами. Теперь выглядит статистика таким образом. Огромное вам спасибо за подобную отдачу. Статистика подписчиков очень сильно изменилась. Но, как бы абсурдно не было, процент подписки так и не поменялся. Имейте в виду. Но, ладно. Сейчас, в честь своей благодарности, хочу вам кое-что показать. Что-то, что-то очень интересное. Что-то такое, что, знаете, наверняка вам понравится. Я думаю. Сейчас. Ангар просто большой слегка и поэтому приходится долго ходить. Ну, короче, ребят, прямо сейчас, прямо вот, вот, прямо вот в этот момент, в этот день для вас готовится очень много различных видеороликов одновременно. И вот, кстати, эта комната, это один из этих видеороликов. В этой комнате находится что-то, что-то масштабное, что-то такое, что еще наверняка никто никогда не делал. Вы наверняка хотите посмотреть туда, да? Как интересно. Прямо сейчас идет эксперимент. Но вы увидите его только тогда, когда выйдет видеоролик, к сожалению. Но зато я могу вам показать кое-что еще. Это еще один эксперимент. Его мы тоже будем снимать вот буквально практически сейчас. Да и вообще, прямо вот в эту секунду, прямо в этот момент, как я уже сказал, готовится очень много различных экспериментов. И давайте так, когда на этом канале, вот, прямо вот на вот этом канале, наберется 6 миллионов 600 тысяч подписчиков, или просто миллион лайков под этим видеороликом, я обещаю на этом канале публиковать по 3 видеоролика в неделю. 3 ролика в неделю. Меня никто за язык не тянул. Ух, мы в дерьме. Ладно. А пока я отправляюсь снимать видеоролик про плесень. Мы в дерьме. Ух, мы в дерьме. Сегодня я решил провести эксперимент с хлебом. В ходе этого эксперимента я хочу выяснить, то, насколько огромная разница в развитии плесени при разных условиях. В первую банку мы положили хлеб, который пропитали обычной водой. Во вторую банку мы положим хлеб, который пропитаем кока-колой. Вы скажете, Мамикс, ты взял колу для того, чтобы был кликбейт. Не в этот раз. Кока-кола содержит в себе достаточно большое количество сахара. Я думаю, это может повлиять как-то на результат. И это, скорее всего, ускорит процесс появления плесени. Там, где есть сахар, там, я думаю, должна быть и соль. В четвертой банке будет находиться хлеб с молоком. Почему молоко? Да потому что все любят молоко, я думаю, в прессе не исключение. Следующий кусочек хлеба я решил дезинфицировать. При помощи спиртового раствора. Будем называть это так. Вообще, по идее, на этом хлебе, наверное, плесень не должна развиваться. Потому что, ну, спирт вроде как убивает большинство бактерий. И мне на самом деле очень интересно, сможет ли спирт уничтожить плесень. Плесень, вот, вот этих бактерий. В следующую банку мы добавим подсолнечное масло. Честно, не знаю, как масло может повлиять на этот хлеб, но очень интересно узнать, что все-таки произойдет с ним. Мне почему-то кажется, что как-нибудь это все равно повлияет. В следующую банку мы засовываем черный хлеб. Мы его не будем ничем обрабатывать, просто интересно понаблюдать за тем, как процесс колонизации плесени будет происходить у него. Быстрее, чем у обычного, или же медленней. Еще один кусочек мы положили в микроволновку на одну минуту. Это необходимо для того, чтобы полностью его высушить. Как мы можем заметить, хлеб не содержит в себе абсолютно никакой влаги. А как мы еще поняли с начала видеоролика, влага ускоряет процесс роста плесени. И мы решили пойти от обратного, забрав у хлеба абсолютно всю влагу. Плесень, как и все живые существа, обитает в мире, где есть воздух. Но что будет, если один из кусочков мы поместим в пространство, в котором не будет воздуха? И в последнюю банку мы опустим обычный хлеб, на который никак не будем влиять. Это будет некий индикатор. При помощи него мы сможем понять, какие условия ускоряют процесс роста плесени, а какие условия его замедляют. А теперь все эти банки закрываем крышками. Все это необходимо для того, чтобы во всех этих банках сохранять их собственные условия. Чтобы в банках, в которых находится какая-то жидкость, она не высыхала и не выветривалась. Чтобы кусочки, которые сейчас находятся в сухом состоянии, оставались сухими до конца эксперимента. Чтобы вдруг там на них что не попало. Ну и вообще, чтобы сюда не попадали никакие лишние микробы, которые могут спровоцировать рост плесени. Ну и вообще... Плесень воняет! Итого здесь 10 банок. Все по-своему уникальны. И в каждой из них должны быть разные результаты, которые мы с вами сможем пронаблюдать за несколько дней. Плесень воняет. Итого здесь несколько маленьких белых точек. Это плесень. Ее практически абсолютно не видно, но... Фу. Это очень сильно воняет. Как я и догадывался, первое, где возникла плесень, это именно на Кока-Коле. Сахар. Я думаю, дело в этом. Так же плесень возникла еще и на воде. Ее, конечно, гораздо меньше, но все же она есть. Даже на макрообъективе ее очень тяжело рассмотреть. К сравнению, вот так вот мой палец выглядит. А вот это вот слева от пальца, это плесень. Да. Но, тем не менее, плесень здесь все-таки появилась за 2,5 дня. И я считаю, это достаточно быстро. Давайте посмотрим, как там поживают остальные кусочки хлеба. Так, на обычном кусочке хлеба нет абсолютно ничего. На вакууме тоже ничего. Сухой хлеб абсолютно чистый. Черный хлеб слегка запотел, но в целом с ним ничего не произошло. Масло чистое. Водка тоже чистое. Молоко. Молоко пока не вижу ничего. Оу, что ли, фук. Это же молоко, блин, оно все там прокисло, изгнило и сдохло. Несмотря на то, что кусочек очень сильно воняет, плесени на нем все-таки пока что еще нет. Ну да ладно. Ну и как мы можем рассмотреть соль? На соли тоже ничего нет. Как итог. Плесень быстрее всего развивается на Кока-Коле и на обычной воде. Для этого им потребовалось около 60 часов. Но, насколько я знаю, зарождение плесени занимает гораздо больше времени, чем ее распространение. Поэтому я так полагаю, что далее процесс пойдет гораздо быстрее. Заканчивается уже пятый день эксперимента. И на данный момент у нас заплесневелось уже четыре подобных. Хлеб с обычной водой. Хлеб с соленой водой. Хлеб в Кока-Коле. И хлеб в молоке. Именно они заплесневели. Несмотря на то, что рядом находятся еще две банки, в которых также находятся жидкости. Это масло и водка. По всей видимости, водка на самом деле дезинфицировала хлеб. А масло? Масло, возможно, создало какой-то защитный слой, через который не может проникнуть плесень. Но это теоретически, как на самом деле я без понятия. Вот, еще четыре подопытных у нас не заплесневело. Что касаемо сухарика, я не сомневался. Насчет вакуума я не знал, что получится. Но, что самое главное, у нас также не заплесневели черный хлеб и обычный хлеб. Но я думаю, они уже на подходе. К тому же, я вот только что заметил маленькую точку плесени. В любом случае, начало уже положено. Я думаю, на опыте предыдущих хлебов он заплесневеет завтра уже к утру. Как будут вести себя оставшиеся подопытные, я не знаю. Через пару дней мы сможем делать какие-то более уверенные выводы. Ну, а пока предлагаю посмотреть, что будет дальше. Плесень – это очень маленький микроорганизм, который практически невозможно рассмотреть на подобном таймлапсе. Поэтому мы, само собой, позаботились о том, чтобы вы посмотрели на это зрелище вблизи. При помощи макро-таймлапса. Это выглядит очень завораживающе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С начала эксперимента прошло 10 дней. Все эти кусочки хлеба находились в абсолютно разных условиях. И я думаю, сейчас осталось то самое время, когда мы можем на самом деле подвести какие-то итоги. Какие условия спасли хлеб, а какие из них полностью его уничтожили. Кусочек хлеба, который мы промочили в обычной воде. Мне кажется, с ним все стало понятно еще на третий день и сейчас, если честно, выглядит он максимально плохо. Настолько плохо, что на задней его стороне выросла борода из плесени. Что? В связи с тем, что хлеб находился всегда в вертикальном положении, слегка в наклоне, когда плесень начала разрастаться, постепенно она начала падать. Просто она просто свисает точно так же, как делает это обычный виноград. Таким образом, мы смогли выяснить, что плесень может расти не только на поверхности, но и вот в таком положении. Предлагаю достать этот кусочек и рассмотреть поближе. Все-таки дышать плесенью опасно, я, пожалуй, хоть немножечко предостерегусь. Она очень губительна для человеческого организма, поэтому так вот делать вот не стоит. Ладно, давайте посмотрим, что там в следующей банке. Кока-кола. Ну, по сути, здесь тоже самое. Хлеб и плесень. Фу, нахрен, это просто жесть. Она очень сильно воняет. Дышать очень трудно и, наверное, не стоит. Давайте к следующей банке. Здесь прям очень много плесени. И здесь есть какая-то особенная плесень. Водка-это единственная жидкость, хлеб на которой не заплесневел. На этом хлебе совершенно нет ни одного кусочка плесени. И на самом деле этот хлеб до сих пор пахнет хлебом, ну и пахнет водкой. Какой логичный вывод я могу сказать? То, что водка и вообще, наверное, любые спиртные напитки крепкие убивают плесень. Не дают ей развиваться. Если они не дают ей развиваться, я так полагаю, они ее еще и должны убивать. Я так полагаю, после этого видеоролика нужно, в принципе, дезинфицировать свое помещение. Ну, а что касается других банок, осталось живых только два хлеба. Это сухарик. Ну, в принципе, это было логичным первоначально лично для меня, что на нем не будет плесени. Вот что очень удивительно для меня оказалось, это вот черный хлеб. Оу. На нем все-таки появилась плесень. Спустя 10 дней на нем появились первые признаки плесени. Честно, я не ожидал, что черный хлеб так устойчив к плесени. Мне кажется, это достаточно интересно. Вот такой вот у нас получился эксперимент. В ходе него мы смогли узнать, в каких условиях плесень развивается быстрее, в каких она развивается медленней, а в каких она не развивается вообще. Это водка и сухари. Я надеюсь, вам было интересно понаблюдать за всем этим так же, как и мне. Всем удачи и всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok